Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира Space Engine. Но перед началом данного ролика, как обычно, хочется поблагодарить всех наших донатеров на канале за вашу финансовую поддержку. Спасибо, друзья! Ну и самая главная новость! Обязательно, обязательно вам стоит досмотреть этот ролик до конца. Как вы понимаете из названия видео и судя по превью, это двойной ролик с замечательным человеком и ютубером Портал Икс, который также снимает различные эксперименты в Space Engine. Собственно, на его канале, ссылочка в описании, есть также двойной ролик с моим каналом. Итак, первое путешествие будет моим, а второе – Портала Икс. Добро пожаловать в галактику Треугольник. Галактика Треугольник, можно сказать, намного меньше, чем Млечный Путь, но в нем 40 миллиардов звезд. Все это величие находится от нашего Млечного Пути на расстояние 2 миллиона 700 тысяч световых лет. Итак, в этом ролике давайте попробуем сейчас найти какое-нибудь красивое место, какую-нибудь красивую туманность и найти планету с жизнями, посмотреть их. Ну что же, пристегните ремни, поехали! Ну что же, добро пожаловать в интересную звездную систему. Посмотрите, двойная звездная система. Практически где-то рядом с центром галактики Треугольник. И здесь есть планета, похожая на нашу планету Земля. Обратите внимание, визуально это точная практически копия нашей Матушки Земли. И, кстати говоря, здесь есть интересная туманность, на которую мы с вами сейчас и посмотрим. Посмотрим, как, собственно, здесь проходит день и ночь. Ну, этого нам не удастся, потому что солнечные сутки здесь бесконечная планета, находится в проливном захвате, как я понимаю, звезды. Но обратите внимание на параметры. Атмосферное давление, конечно, намного повышено, чем на планете Земля, 22 атмосферы. Но есть вода, кислород, азот. Ну, конечно, некоторое количество углекислого газа, органическая, многоклеточная, морская, жизнь наземная. Теплая озерная Терра с жизнью. Температура 171 градус по Цельсию. Но я думаю, что где-то вот в этом районе, я бы назвал это поиск какой-то экватора, тут, в принципе, мог бы спокойно жить человек. Температура здесь, ну, не так палит звезда. И, в принципе, близко тень, прохладно. Я думаю, что на этой стороне всегда плюс 171, а на этой, ну, где-то минус, минус, может быть, 80, если не больше. Ну, вот здесь самое нормальное место. Что же, давайте приблизительно куда-нибудь, так сказать, в центре экватора, как я его назвал, опустимся на поверхность. Ну, и посмотрим, что же мы здесь сможем вообще с вами увидеть. Конечно, двойная звездная система обладает большим количеством планет. Где-то здесь планет примерно 12, есть и газовые гиганты. Не знаю, видно ли вам сейчас. И сейчас обратите внимание на ночное небо. Много спутников, достаточно много спутников у данной планеты. По-моему, три луны, если я не ошибаюсь, и все их видно. Находятся они на расстоянии приблизительно как наша луна. 400 тысяч километров. Можем, кстати, посмотреть на движение облаков. Ну, в этом месте мы бы могли бы, наверное, все время любоваться вот такому закату звезды, что ли. Звезд. Здесь же двойная звездная система. Поразительно. Вот это вот фантастический вид, который сейчас открылся, да? Так, давайте попробуем, попробуем все-таки на ночную сторону слетать. И посмотреть вот на эту колоссальную туманность. Это очень похоже на какую-то крабовидную туманность. В ней также большое количество различных звезд. Есть и свои какие-то, я находил, по-моему, шаровые небольшие рассеянные звездные скопления. Не шаровые, простите. Достаточно темно, но видно. Видно. Как будто, знаете, такая какая-то громадная буря проходит по планете. Еще один небольшой спутник. Ну и, собственно, мы видим пояс галактики Треугольник. Примечательно, да, что на данной планете с такими параметрами, рядом с двойной звездной системой, казалось бы, здесь расстояние до ближайшей звезды в несколько миллионов километров меньше, чем от нашей планеты Земля до Солнца. Пекло, но здесь жизнь многоклеточная, наземная. Вот что удивительно, как организмы смогли приспособиться к жизни. Хотя мы ведь не знаем, какие существа могут где-то быть на окраинах, на окраинах нашей Вселенной. Потому что в данной галактике только вдумайтесь в количество, в цифру 20 миллиардов звезд. Вы представляете это количество? А теперь примерно вдумайтесь, сколько даже если идти через две звезды и представить, где-то есть планета, похожая на нашу, жизнью, да? Сколько таких планет только в одной галактике, треугольник там, не знаю, Андромедии или... Ведь другие организмы наверняка тоже не знают, что где-то находятся люди такие... Ну, люди, мы! Я уверен, что где-то, где-то на тех окраинах, когда мы выходим и смотрим ночное небо, где-то там далеко, я всегда лично, я представляю, кто бы, что бы ни говорил, сумасшедший я или нет, я всегда представляю, что там на меня тоже кто-то смотрит. Ну что же, ну а теперь я передаю слово Порталу Икс. Всем привет, друзья! Теперь с вами Портал Икс. И теперь я вам покажу одну интересную планету с жизнью, возле красивой туманности, но в этот раз в галактике Андромеда. Все на примере планетария Space Engine. Всем приятного просмотра! Ну и давайте начинать! Итак, друзья, сейчас мы находимся возле одной планеты с жизнью, в галактике Андромеда. Здесь открывается отличная туманность на виде, она очень близко. В середине туманности есть звездные скопления. Ну и в этой планете еще есть один большой спутник. Он, кстати, сыграет в моей части видео одну интересную роль. Вот вы увидите скоро это. Оставлю это вам для интереса. Вот такая туманность здесь находится. Я нашел достаточно красивую туманность в галактике Андромеда. Такая она необычной формы. Вот с этой стороны так она видна. В этой системе есть две звезды. И вот, собственно, планета с жизнью. Это у нас умеренные озерные супертера с жизнью, органическая, многоклеточная, морская, иноземная. Давайте, собственно, опускаться на поверхность этой планеты. Давайте опустимся вот здесь возле вулкана. Здесь есть действующие вулканы. Вот этот темный участок. Кстати, в атмосфере здесь азот, кислород и углекислый газ. И вот что я вам хочу показать. Что на поверхности этой планеты растет вот такая растительность красного оттенка. Инопланетная растительность. Очень интересно. Ее достаточно много по всей этой планете. Вот огромный спутник. В этой планете есть два спутника. Один большой, а другой всего лишь такой маленький астероид. Ничем не примечательный. Диаметр этого спутника 2233 километра. Он еще сыграет роль в этом видео. Увидите потом. Ну и, собственно, на планете две звезды. Одна это главный красный карлик. А вторая звезда это у нас коричневый карлик. Там бинарное вращение двух этих звезд. Давайте я вам, кстати, покажу это вращение. Ускорим ход время. Ну, допустим, в 3000 раз ускорим время. Даже можно и в 10 000 раз ускорить. Это максимальное возможное ускорение времени в Space Engine. И вот так движутся две эти звезды. Там идет бинарное вращение. Двойная звездная система. Ну и видите, что спутник проходит очень близко возле этих звезд. То есть на этой планете можно увидеть солнечное затмение. Что нам как раз и нужно. Потому что эта планета, повернута к звезде, все время одной стороной. Находится в приливном захвате. Поэтому, чтобы рассмотреть ту туманность возле планеты, нужно будет как минимум дождаться момента, когда наступит полное солнечное затмение. Кстати, в составе гидросферы есть вода. Вода жидкая. На планете 18 градусов по Цельсию. Ну и вот я вам хочу показать одну из рек на этой планете. Вот здесь такое расширение воды. Реки. Вот давайте приземлимся вот на край. И вот я вам покажу. Вот я как раз сел. Озли воды на этой планете есть жидкость. Ну и вот, сейчас у нас спутники этой планеты закроют главную звезду. И у нас наступят сумики. И увидим прекрасные виды с этой планеты на туманность. Дождемся наступления полного затмения. Вот скрывается звезда. Ага, она не полностью скрылась. Хорошо. Хорошо. Давайте переместимся тогда. И давайте посмотрим. Вот это у нас закрепло полностью ту звезду. Ну а вот здесь вот этот коричневый карлик вообще не освещает поверхность. Ну в принципе нам это и лучше. Откроются как раз хорошие виды. Вот собственно эта туманность. Посмотрите на это. Невероятный вид с этой планеты. В центре туманности вы можете видеть звездные скопления. Еще добавляет красоты. Невероятно. Ну и что еще интересного в ночном небе. Вернее даже сказать при затмении. Что интересного. Вот галактика треугольник. Хорошо она отсюда видна. Ну и галактика Андромеда. Вот ее центр. Туда вот видим немножечко. Понемножку там луна уже будет открывать скорую звезду. Ну и туманность уже видите не так уже слишком видна. Потому что понемножку как-никак будет открываться вот звезда. Кстати давайте посмотрим как откроется звезда. Вот она уже начинает просвещаться. Невероятно конечно смотрится это все. Вот такую роль и сыграл у нас в этом видео один из спутников этой планеты. Ну что же это еще не все. Давайте перелетим теперь на темную сторону этой планеты. И рассмотрим туманность полностью. А не только ее часть. Вот видите тень от затмения. Как ложится на поверхность этой планеты. Тоже перемещаемся на темную сторону. И приземлимся на экватор. Кстати на планете есть действующие вулканы. Достаточно их много. И предлагаю приземлиться возле одного из этих вулканов. Я думаю вид откроется куда лучше. Вот давайте рядышком вот так сядем возле него. Так я на поверхности. И вот невероятный вид на эту туманность. Полная туманность в полном виде. Можем ее рассмотреть. Все ее стороны. Это невероятно потрясающий вид. Кстати знаете что бы я хотел вам еще показать. Давайте дождемся когда луна сюда приблизится. Я вам покажу как тот самый большой спутник этой планеты. Будет проходить перед туманностью. Думаю вид будет замечательный. Давайте посмотрим на это. Вот спутник взошел. И он кстати начал немножко освещать поверхности этой планеты с темной стороны. И вот так он проходит перед этой красивой туманностью. И кстати он еще немножко скроет это звездное скопление. Вот давайте посмотрим. Вот так он пройдет перед этими звездами. Ну согласитесь вид потрясающий. Невероятный. Как же красиво. Вот собственно спутник так вот проходит. Давайте посмотрим что еще можно увидеть с этой стороны с темной. Ну кстати вот какой-то яркий объект. Давайте посмотрим что это. А это звезда какая-то поблизости. Красный карлик. А вот там вдалеке наш Млечный путь. Ну и еще вот здесь какая-то луна взошла. Это вторая луна этой планеты. Прохладный астероид. Ничем не примечательный. Диаметром 50 километров. Как раз вот две луны этой планеты у вас перед экранами. Ну и еще скажу что диаметр этой планеты на которой мы сейчас находимся 16 тысяч километров. То есть планета чуть больше чем Земля. Ну что же друзья. На этом я свою часть видео буду заканчивать. Подписывайтесь на мой канал если вам интересно. Также кто еще не подписался на канал SkyTopGames. Обязательно подпишитесь на его канал. Под себя честно скажу, что его видео по Space Engine очень хорошие и всегда интересные. Ну что же друзья. Всем вам удачи, здоровья, мира. Ну и всем пока друзья. До следующих экспериментов и путешествий во Вселенной. Ну что же друзья. Надеюсь вам понравилось данное двойное путешествие. И ты обязательно поставишь лайк, подпишешься на канал. На канал Портала Икс. Все ссылочки в описании. И помните друзья, что космос и Вселенная бесконечны. И мы только начинаем свое путешествие в нем. Всем новых открытий. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok